МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я вам расскажу про черные дыры и про то, что с этим связано. Ну и так, да, тема непростая, так что слушайте внимательно. Самые массивные звезды в конце жизни превращаются в черные дыры. Последовательно черные дыры появляются в общей теории относительности, которую на 97% придумал Альберт Эйнштейн. Да, но это очень сложная наука, в Хакасе она не изучается. Но понять, что такое черные дыры, можно в рамках механики Ньютона, которую вы в школе проходили, но с преувеличением специальной теории относительности, элементы которой тоже в школе изучаются. Ну вот этим и займемся. У нас будут формулы, но несложные, надеюсь. Итак, пусть легкое тело, масса М малая, ввертится вокруг тяжелого тела с массой М большое. Закон сохранения механической энергии для легкого тела имеет вот такой вид. Полная энергия механическая, МВ в квадрате пополам, это какая энергия? На букву К, а? Кинетическая. Правильно, кинетическая энергия плюс потенциальная, и сумма эта равна константе. Потенциальная энергия в гравитационном поле отрицательная, вычисляется по формуле. Минус, G большое, это гравитационное постоянное, произведение масс разделить на расстояние между телами. Теперь, пусть полная энергия, она сохраняется меньше нуля, и легкое тело улетает далеко, на бесконечность. R, расстояние, стремится к бесконечности. Тогда потенциальная энергия, R, стремится к бесконечности. 10 разделить на бесконечность, сколько будет? 0, 2. Правильно, потенциальная энергия устремится к нулю, останется только кинетическая энергия. Полная энергия устремляется к кинетической, которая не может быть отрицательной. Получаем противоречие с формулой 3. О чем это говорит? Это говорит о том, что пока энергия отрицательная, легкое тело не сможет улететь далеко от тяжелого тела из-за малой скорости. Спрашивается, при какой минимальной энергии тело улетит на бесконечность? Ну, если подумать, минимальная энергия – это нулевая энергия. Подставляем E равно нулю в формулу 5. Подставляем сюда выражение для потенциальной энергии. Ну, M, M – малая масса легкого тела, на нее можно поделить. И отсюда находим V в квадрате. На самом деле эта скорость называется параболической. Квадрат параболической скорости 2G, M – масса тяжелого тела – разделить на расстояние от легкого до тяжелого. Оказывается, при такой энергии нулевой, траектория парабола, да, но доказывайте это долго, соответствующая скорость называется параболической скоростью. Частный случай параболической скорости – это вторая космическая скорость. Так, что такое вторая космическая скорость? Это наименьшая скорость, имея которую тело улетит на бесконечность, двигаясь по параболе, стартуя с поверхности массивного тела, ну, например, с поверхностью Земли. Да, атмосфера при этом не учитывается. Значит, вторая космическая скорость зависит от радиуса массивного тела. Стартует же с поверхности, то есть тогда R – R – это радиус, радиус нашего массивного тела. И масса, если постоянная, чем меньше радиус, тем больше вторая космическая скорость. Для достаточно малого радиуса, в общем, сжали тяжелое тело, этот радиус обозначим R – G, для такого радиуса вторая космическая скорость равна скорости света в пустоте. А если радиус еще меньше, то вторая космическая скорость будет больше скорости света. Ну, бывают скорости больше скорости света? А? Ну, по крайней мере, в школьных учебниках написано, что не бывает. Итак, если радиус меньше R – G, называется гравитационный радиус. Вот если радиус меньше этого гравитационного радиуса, то ничто, даже свет, не сможет улететь от объекта на бесконечность. Это тело превращается в черную дыру. Ну, из формул, которые были, вместо параболической скорости ставим скорость света, тогда квадрат параболической скорости С в квадрате, 2GM разделить на гравитационный радиус, отсюда находим гравитационный радиус, ну, это, не знаю, на уровне 7-8 класса, наверное, а может даже 6-го. Гравитационный радиус 2GM поделить на С в квадрате, С – скорость света. То есть, гравитационный радиус пропорционален массе тела. И каждый может вычислить свой гравитационный радиус, но он для людей очень маленький получится. Для Земли это где-то меньше сантиметра, для Солнца – 3 километра. Да, но наше Солнце никогда черной дырой не станет. Ну, и так, если радиус меньше гравитационного, вторая космическая скорость – больше скорости света. Так, что это значит? Ничто, даже свет не сможет вылететь из внутренности наружу, тело превращается в черную дыру. Определение черной дыры формальное. Это объект, радиус которого меньше его гравитационного радиуса. Теперь вспоминаем теорию относительности. Так, вы изучали теорию относительности? Нет? А? Ну, в программе средней школы все есть. На последних, возможно, на последних месяцах обучения. А, ну, понятно. Так, ну ладно, ну что, забегая вперед. Точнее, это специальная теория относительности, которую Эйнштейн придумал в основном в 1905 году. Так вот, пусть электрон падает, ну, например, электрон на черную дыру из бесконечности. Тогда, через бесконечное время, он приблизится к черной дыре на расстояние rg, гравитационный радиус. Но тогда, по определению, скорость его станет равна скорости света. Электрон можно разогнать до скорости света? Может, кто-то знает? А? Ну, половина говорить нельзя, половина можно. Кто-то прав. Электрон разогнать до скорости света нельзя. Ну, точнее, математически можно, но этот процесс растянется на бесконечное время, и на это потребуется бесконечная энергия. Ну, если подумать, то для внешнего наблюдателя радиус черной дыры равен как раз гравитационному радиусу. Формулу, для которой мы вывели. Сфера с радиусом rg вокруг черной дыры называется горизонт событий. Правда, это для того частного случая, когда черная дыра не вращается. Если она вращается, там все сложнее. Вот то, что... Почему горизонт событий? Ну, то, что под горизонтом, для нас недоступно. И вообще ни для кого недоступно. То, что за горизонтом, мы же не видим этого. Ну, назвали горизонт событий. Теперь поговорим о термодинамике черных дыр. Придумал это Стивен Хокинг. К сожалению, он умер около шести лет назад. Да. Ну, вот Хокинг, значит, что он доказал, что температура и энтропия черных дыр вычисляются по формулам. Так, энтропия. Ну, про энтропию, наверное, никто ничего не слышал, а? Ну, энтропия мера беспорядка. Подробнее тут мы не можем это разбирать. Но про температуру все слышали. Так вот, температура черной дыры обратно пропорциональна ее массе. А энтропия черной дыры, если не интересоваться единицами измерения, она равна масса в квадрате. Это странно, ну, очень странно. Для обычных тел энтропия пропорциональна массе. Энтропия каждого из вас пропорциональна массе. Уравнение состояния черной дыры. Ну, это энтропия умножить на температуру в квадрате. Наши формулы подставляем. Масса в квадрате в числителе, в знаменателе тоже масса в квадрате. Масса в квадрате поделить на массу в квадрате сколько будет? Один. Правильно. Остается А в квадрате. Некая константа, положительная к тому же. То есть, энтропия умножить на квадрат температуры положительная константа. Теперь, если температуру устремить к нулю, это абсолютный ноль. Энтропия, один со множителем к нулю стремится, второй стремится к бесконечности. Энтропия устремится к бесконечности. Но это значит, что при абсолютно нуле абсолютный беспорядок, что противоречит вообще тому, что на самом деле происходит. Да, там еще третье начало термодинамики. Это противоречит третьему началу термодинамики. Согласно третьему началу, когда температура стремится к нулю, то энтропия равновесной системы, правда, тоже стремится к нулю. В общем, непонятно, что происходит. Ну, Стивен Хокинг доказал, что излучение у черной дыры светит, точнее, не совсем черные, светит как абсолютно черные тела. Это, кстати, название оправдывает. Есть такое понятие, абсолютно черные тела. Оно поглощает все электромагнитное излучение, которое на него падает. Стивен Хокинг, гениальный физико-математик из Англии, родился в 42-м году, умер, но он умер примерно 6 лет назад. Он показал в 70-е годы 20-го века, он показал, что на поверхности сферы с радиусом РЖ, вокруг черной дыры, гравитационное поле столь сильное, что происходят квантовые флуктуации космического вакуума. В общем, вакуум это не пустота. В результате рождаются пары, частица плюс античастица. Так, вот это Стивен Хокинг. У него редкая болезнь, при которой дольше 30 лет никто не живет, но он больше 70 лет прожил. Так, это 80-е годы. Дальше, так как масса фотона равна нулю, то рельеф, с чего рождаются фотоны, ну фотоны кванты света, кто-то слышал, наверное. Причем антифотон совпадает с фотоном, вот это тоже так редко бывает. Вот антиэлектрон, это позитрон, антипротон, это антипротон, а антифотон, это тот же фотон. Итак, на сфере с радиусом rg рождается пара фотонов. Один из фотонов уходит внутрь черной дыры, мы его никогда не увидим. Другой улетает со скоростью света от черной дыры. Хокинг доказал, что таких фотонов много. И поверхность черной дыры светит, как абсолютно черное тело, нагретое до некоторой температуры, про которую я уже говорил. Температура этой черной дыры обратно пропорциональна ее массе. Дальше, энергия фотона всегда положительна, поэтому... Так, это тоже вообще, наверное, будете изучать. Поэтому фотоны уносят энергию черной дыры. Следовательно, энергия черной дыры за счет излучения Хокинга уменьшается. Но черная дыра – объект теории относительности, в школьном варианте которой изучается энергия покоя. Ну, формула, которая в популярной литературе, она есть. В общем, энергия покоя – это mc квадрат. Эйнштейн выявил эту формулу. m масса, c – скорость света в пустоте. Ну, если энергия уменьшается, c – константа, и масса уменьшается. Так как энергия черной дыры уменьшается, масса ее тоже уменьшается за счет излучения Хокинга. То есть, черная дыра испаряется. Ну, это испарение, так называемый фазовый переход. За конечное время черная дыра совсем исчезнет. При уменьшении массы температура черной дыры растет, по формуле по нашей. Это усиливает излучение черной дыры. В конце жизни ее масса стремится к нулю, температура к бесконечности. Можно показать, что мощность излучения черной дыры тоже стремится к бесконечности. Что это означает? Это значит, что черная дыра кончает жизнь путем взрыва, который в сто раз мощнее взрыва водородной бомбы той же массы. Хокинг вычислил и время жизни черной дыры, которая пропорциональна массе в кубе оказывается. Лучше всего излучены черные дыры звездной массы. Их массы больше двух с половиной масс Солнца. Тут наш Солнце никогда в черную дыру не может превратиться. Да, но меньше ста масс Солнца. Для черной дыры в три раза тяжелее Солнца. Время жизни будет больше, чем 10 в 68 степени лет. 1 и потом 68 нулей. Но это очень большое время. Можно вспомнить, что наша Вселенная существует меньше 14 миллиардов лет. Меньше, чем 10 в 11 лет. Излучение Хокинга таких звездных черных дыр столь слабо, что обнаружить его на космических расстояниях нельзя. Теперь есть аналогия между человеком и черной дырой. Как ни странно. Внутрь черной дыры все падает, оттуда ничего не вылетает и не может вылететь. Другими словами, у черной дыры нет волос. Такая теорема есть. То есть ничего изнутренности не высовывается. У черной дыры четко разграничен внутренний и внешний мир. Да, некоторые считают, что даже у них психика есть. Но это скорее всего ерунда. Ну, у человека. У человека похожая ситуация. Внутренний и внешний мир четко разграничены. Человек все воспринимает с помощью органов чувств. Внешняя информация попадает внутрь, в сознание, в вашу голову. А вот наружу из сознания выходит очень мало. Как действует мозг человека до сих пор никто не знает. Что происходит внутри черной дыры, также известно плохо. Так, если тело падает на черную дыру, мы никогда не увидим, как оно попадет внутрь черной дыры. Почему? Этот процесс по нашим часам растянется на бесконечное время. Более того, никакое тело не может целым упасть в черную дыру. Так как при приближении к черной дыре возрастают приливные силы. Мы про приливы все слышали, видимо. На некотором расстоянии от черной дыры они станут равны бесконечности. Что это значит? Любое тело, например, вирус, ну или космический корабль. То есть, любое тело, падающее на черную дыру, за счет приливных сил разрушается на элементарные частицы, электроны, ну и другие. Так, ну теперь, еще нам осталось обсудить три вопроса. Да, на самом деле вопросов больше, конечно. Первый вопрос. Что такое черные дыры? Дальше. Какие они бывают черные дыры? Как их ищут? Сколько нашли? Ну вот, что такое черная дыра? Черная дыра это объект, формальное определение у нас было. Объект с максимальным полем гравитации, около которого пространство сильно искривлено. То есть, не выполняется теорема геометрии Евклида, которую явно проходили. Например, теорема Пифагора не выполняется около черной дыры. Для внешнего наблюдателя, ну это мы с вами, радиус черной дыры равен гравитационному радиусу. Это радиус горизонта событий. Но еще раз повторяю, что это если черная дыра не вращается, если вращается, все сложнее. Из-под гравитационного радиуса никакие сигналы и частицы не вылетают. Это теорема об отсутствии волос у черной дыры. Экспериментально узнать, что внутри черной дыры, нельзя. Это можно узнать только из теории. Вариант такой теории создал Игорь Дмитриевич Новиков, которому сейчас 88 лет. Это крупнейший специалист по черным дырам в России, Игорь Дмитриевич. Вот я его лекции слушал в Москве в 1988 году. Он еще теорию машины времени придумал. Так, ну фотографии тут слегка исказились. Но уже он не молодой. Да, живой, вроде живой, Игорь Дмитриевич. Ну, если тело падает на черную дыру, мы никогда не увидим... А, ну небольшой повтор. Как оно внутрь попадет? Так, это я уже говорил. Теперь, какие бывают черные дыры? Звездные черные дыры. Они образуются в конце жизни массивных звезд. Их масса от двух с половиной до ста масс Солнца. Дальше. Мини дыры. Их масса меньше, чем 10 в 12 степени килограмма. Это масса горы. Ну, больше, чем самохвал. Или астероида. Их температура очень велика, но масса маленькая. И они взрываются в конце жизни. Мини дыры пока не найдены. Может быть, уже все взорвались, пока не нашли их. Это, да, на другом языке. Это первичные черные дыры. То есть, они образовались на ранних стадиях развития Вселенной. Их существование предсказал Игорь Дмитриевич Новиков. Он же выдавал гипотезу о существовании белых дыр. Да, белая дыра, черная дыра наоборот. В черную дыру все падает, а из белой дыры, наоборот, все вылетает. Туда упасть ничего не может. Ну да, пока это чистая теория. Правда, наша Вселенная родилась как раз из белой дыры. Так что одна белая дыра была. Третий вариант. Сверхмассивные черные дыры. Их масса от миллионов до миллиардов масс Солнца. Как они образуются, не совсем понятно. Но как звездные, там более-менее понятно. Но несколько десятков таких объектов найдены. Может быть, даже сейчас несколько сотен уже. В центрах галактик. В том числе в ядре нашей галактики. Ну вот, недавно фотография появилась. Сверхмассивные черные дыры. Ну, точнее, ее тени. Вот. Правда, это такая фотография несколько условно. Это с помощью компьютерной обработки. Вот. Тень черной дыры. Ну, там еще частицы падают на нее. Саму черную дыру, конечно, мы не видим. Четвертый вариант. Черные дыры промежуточной массы. Ну, это тысяча масс Солнца или несколько тысяч масс Солнца. Ну, да. Это вот открытие последних, наверное, лет 15. Но их мало известно. Как они образуются. Компьютерное моделирование показали, что за миллиарды лет из черных дыр таких 50 масс Солнца может образоваться и тысяча масс Солнца. Так, но тут пока ясности нет. Теперь, как ищу черные дыры, сколько нашли. Ограничимся поисками звездных черных дыр, так как этот вопрос разработан лучше всего. Основная проблема, как отличить нейтронную звезду от черной дыры. Да, возникает вопрос, что такое нейтронная звезда. Ну, вот она на 99% или на 98% из нейтронов состоит. В общем, это тоже интересный объект. Так вот, нейтронная звезда и черная дыра имеют очень малые размеры. Меньше 10 километров. А масса больше массы Солнца. И близкие массы. Масса нейтронной звезды около двух. Масс Солнца, ну, по крайней мере, полторы массы Солнца. Масса черной дыры более двух с половиной масс Солнца. И на нейтронную звезду, на черную дыру падает вещество. Ну, это газ в основном. Электроны, там, протоны. Двигаясь по спирали, разгоняясь почти до скорости света. При этом газ, ну, все это в малом объеме, он разогревается до миллионов кельвинов. И спускает рентгеновские лучи. Это излучение было обнаружено от многих источников. Кроме того, нейтронные звезды имеют кристаллическую поверхность из железа, ну, или там, может быть, из никеля. Сильное магнитное поле. Железо, как известно, ферромагнетик. Это приводит к тому, что многие нейтронные звезды являются пульсарами, так называемыми пульсарами. Ну, в интернете наберите пульсары, там узнаете много интересного. Пульсары были открыты и обнаружены в 1967 году. Сначала подумали, что это вообще сигналы от неземных цивилизаций. Черные дыры не имеют твердой поверхности и сильного магнитного поля. Следовательно, черные дыры не могут быть пульсарами. Но главным отличием нейтронной звезды и черной дыры является масса. У черной дыры она больше. Масса надежно определяется в двойных звездных системах. Это две звезды, которые притягиваются друг к другу по закону всемирного тяготения, которую вы точно изучали или будете изучать? Изучали? Конечно, конечно. Ну вот. Да, значит, эти две звезды движутся вокруг общего центра массы. Причем, одна звезда оптическая, то есть ее видно в оптический телескоп, можно сфотографировать. Вторую звезду в оптический телескоп не видно, но изучая движение первой звезды на фоне других, более далеких звезд, можно найти массы обеих звезд. Оказалось, что у всех пульсаров, у которых удается определить массы, они заключены в интервале от 1,2 до 2,4 масс Солнца, что согласуется с теорией нейтронных звезд. Сейчас известно, ну, наверное, более 300 уже кандидатов в звездные черные дыры. Ни один из них не является пульсаром, и массы всех кандидатов в черные дыры от 2,5 до 40 масс Солнца, в полном согласии с теорией. Самый старый кандидат в черные дыры, это так называемый Лебедь Х1, он известен более 50 лет. Лебедь, иногда его называют Северный Крест, название созвездия, которое хорошо видно в Хакасии. Вот Лебедь Х1, вот этот объект, да, около звезды, обозначаемый буквой ЭТА. Вот созвездие Лебедя, вот созвездие Лебедя, ну, Крест, да, летит вдоль Млечного Пути, вот это Млечный Путь. Вот звездочка ЭТА, вот где-то рядом с этой звездочкой, как раз одна из черных дыр. Самая яркая звезда Денеб. Так, буква Х что означает? Буква Х означает, что этот кандидат мощный источник рентгеновских лучей. Х-лучи по терминологии рентгена, которые приняты на Западе. Цифра 1 значит, что это первый объект такого типа, найденный в созвездии Лебедя. Лебедь Х1 двойная звезда, одна из которых оптическая, сверхгигант посветимости. Это значит, что он в тысячи раз ярче Солнца. Да, невооруженным глазом его не видно, ну, потому что далеко. До черной дыры и до этого сверхгиганта около 6 тысяч световых лет, а до ближайшей звезды 4 световых года. От Солнца свет идет примерно 8 минут. В общем, далеко это. То есть, одна звезда хорошо фотографируется. Вторая звезда невидимая, но она мощный источник рентгеновских лучей. Ее масса около 15, и масса Солнца. Такой массивный источник рентгеновских лучей может быть только черной дырой. Это признал Стивен Хокинг, ну, в конце 20 века. Так, вот это, вот все, что падает на черную дыру, называется аккориционный диск. Разогревается все. И струя вот бьет. Это то, что называется джет. Релятивистская струя. Потому что вещество накапливается, деваться ему некуда. Вот бьет струя. А это соседняя звезда, с которой вещество падает на черную дыру. Ну, примерно то же самое. То есть, черная дыра, как бы пылесос, высасывает все, что вокруг себя всасывает. Так, ну и новейшее открытие последних 15 лет. Черная дыра промежуточной массы. Как я уже сказал, несколько тысяч масс Солнца. Ну, какие-то подробности скоро мы узнаем. Да, экспериментальное изучение черных дыр еще ждет своих исследователей. Да, и никакой опасности от черных дыр для нас с вами нет. Потому что они далеко. Да, были, правда, сообщения, что на некоторых ускорителях мини-черные дыры были получены. И даже журналисты опасались, что мини-черная дыра станет большой и землю себя всосет. Так, ну это полная чепуха. Я объяснил, что время жизни черной дыры пропорционально массе в кубе. Если масса маленькая, то время жизни там миллионные доли секунды. Они быстро исчезают. И последняя тема, которая тоже связана с черными дырами, это гравитационные волны, которые наблюдали лауреат Нобелевской премии по физике за 2017 год. Так вот эти гравитационные волны возникли в результате мощного столкновения двух черных дыр, которое произошло более миллиарда лет назад. Ну вот давайте об этом теперь. Да, и в конце, если получится, мы попробуем послушать, как эти черные дыры там булькают. Сигнал гравитационных волн, который до нас дошел, его перевели в звуковой сигнал, там частоты, то, что мы ушами можем слышать. Так, ну вот, больше 100 лет назад, в 1916-18 годах прошлого века, гравитационные волны предсказал Альберт Эйнштейн в рамках общей теории относительности. Но Эйнштейн сомневался, что когда-нибудь получится их зарегистрировать. Ну потому что гравитационное взаимодействие, оно очень слабое. Самое слабое из всех. Прошли десятилетия, была сконструирована ЛАЙГО, ЛАЙГО, что это сокращение, что это? Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, основной задачей которой было проверить правоту Эйнштейна. К этому проекту присоединились более тысячи исследователей из более чем 20 стран, в том числе из России. там, ну из России человек 10. И потом много же людей, которые уехали, тоже из России. В центре собранной команды оказались Нобелевские лауреаты 17-го года, Райнер Вальс, Барри Бариш, Кепторн, которые взялись за работу, ну в общем, с энтузиазмом и решительностью. Им понадобилось более 40 лет, чтобы обнаружить гравитационные волны. Примерно за 5 месяцев до того, как они завершили свои расчеты, начали появляться слухи об их успехе. Но сами исследователи не решались заявить о нем вплоть до 11 февраля 16-го года. Так, это Кепторн. Да, приятель Новикова. Живет он в США. Почетный профессор Московского госуниверситета. Иностранный член Российской академии наук. Да, он знает русский язык. Потом, кто-то может про фильм Интерстеллар слышал? Или видел даже? Вот Кепторн, один из авторов сценария этого фильма. Там фигурируют кротовые норы, черные дыры. Но кротовые норы соединяют там черную и белую дыру или две черные дыры. Исследователи проекта от Лайго установили своим открытием сразу несколько рекордов. Кроме того, что они первыми наблюдали гравитационные волны, все развитие события было первым, но первым вот здесь я сомневаюсь, что первым. Признаком того, что в космосе действительно существуют среднего размера черные дыры, массы которых от 30 до 60 солнечных. Ну и да, что они могут сливаться друг с другом. То есть, одна на другую падает черная дра. Гравитационное излучение, которое возникает при этом во много раз сильнее, чем собранные в миссии гравитационные волны всех звезд видимой вселенной в спокойной ситуации. И вот это произошло. Ловушка Лайго уловила гравитационные волны. Их спровоцировали две черные дыры, которые наконец столкнулись с момента своего возникновения в начале существования Вселенной. Они двигались кругами вокруг друг друга. С каждым циклом эта пара закручивала пространство-время в спираль возмущения пространства-времени, которое распространялось все дальше и дальше в космос в виде гравитационных волн. Ну, идея была довольно простой, как обнаружить гравитационные волны, но технически это очень было сложно. Чтобы понять каких именно что делать, понадобилось более 40 лет. Для там за счет гравитационных волн длины менялись на расстоянии меньше ядра атома. Ядра атома очень маленького. План состоял в том, чтобы построить два интерферометра, каждый с плечами по 4 километра длиной, вдоль которых лазерный луч отскакивал много раз, тем самым расширяя путь свету, увеличивая вероятность обнаружения любых крошечных искривлений в пространство-времени. Непосредственно лага была построена в степях северо-запада США, недалеко от Хэнфорда, штат Вашингтон, и в 3000 километрах на юг в болотах Ливингстона, штат Луизиана, был расположен дублирующий прибор. Вот схема, ну в общем, по-английски, гигантский интерферометр, вот две черные дры, черные дра по-английски, black hole, вот они вертятся друг вокруг друга, так, тут вот лазер, луч лазера, он расщепляется на два луча, так, вот мир, что значит мир? Зеркало, мир, отражается от зеркала, ну и так скачет, ну в общем, схема такая, интерферометра. Сообщение от компьютерной системы было отправлено ранним утром, 14 сентября 2015 года. В США все спали, глубокая ночь, но в немецком Ганновере было уже 11.51 утра, Марко Драго, молодой сотрудник, института астрофизики имени Макса Планка готовился к обеду. Кривые, которые он заметил, выглядели точно так же, как те, которые он учился распознавать много раз. Мог ли он быть первым человеком, который зафиксировал гравитационные волны? Ну, в общем, да, на самом деле он их зафиксировал, хотя сигнал из США пришел. Вот, только в феврале следующего 16-го года им разрешили рассказать потрясающую новость. Тщательно скрываемая тайна под названием GW. Так, ну, это гравитационные волны как раз. Вот, 15-й год. Оправдало все ожидания. И сигнал становился понятно, что столкнувшиеся так давно и так далеко черные дыры, одна черная дыра 29 масс Солнца. Вторая 36 масс Солнца. 29 плюс 36 будет сколько? 65. То есть, вроде бы, должна получиться дыра 65 масс Солнца. Так, но они слились, образовалась черная дыра массой 62 массы Солнца. То есть, на 3 меньше. Так, что в течение нескольких десятых долей секунды они излучали энергию в виде гравитационных волн, эквивалентную трем солнечным массам. Это сделало это событие самым мощным источником гравитационных излучений во Вселенной ну вот на тот короткий момент. Обработанный сигнал также указал на область в южном небе, где на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет произошло описанное событие. Это означает, что столкновение черных дыр случилось 1,3 миллиарда лет назад. В это время жизнь Земли только делала шаг от одноклеточных к многоклеточным организмам только в океане. Обсерватория Лайга наблюдала еще два подобных события с момента своего первого сенсационного открытия. Европейский детектор так Вирго тоже то же самое но в Европе находясь недалеко от города Пиза в Италии да там Галилей жил кстати значит они присоединились к Лайгу в августе 2017 года и объявили о своем совместном открытии 27 сентября оно заключалось в том что 14 августа 2017 года все три детектора наблюдали одни и те же космические гравитационные волны которые прибыли из двух черных дыр среднего размера тоже две черные дыры столкнулись эти дыры столкнулись 1,8 миллиардов лет назад то есть еще раньше ну вот проблему совершенствования вот этого интерферометра решал один из авторов работы наш соотечественник Михаил Городецкий из российского квантового центра там много знают про лазеры это знание очень пригодилось международной коллаборации исследователей именно эти разработки лежали в основе апгрейда ну то есть усовершенствовали детектор состоялось это в пятнадцатом году в результате по славе Михаила прошедшие полтора года эквивалентно двадцати годам прежней чувствительности первая порция финансирования на проект Лайга выделена еще в тысячи девятьсот девяносто втором году больше сорока лет назад общая стоимость открытия один миллиард долларов впрочем соавтор открытия Михаил Гордецкий заслужит право сказать об этом своими собственными словами у нас появились уши которыми мы можем слушать вселенную частоты грационных волн регистрируемых Лайга фактически звуковые их можно переложить в звук слушать как чириканье птиц ну сейчас попробуем послушать мы можем фиксировать интересные события во вселенной кроме того мы можем проверить теорию относительности на таком уровне точности который недоступен для других методов проверить новые теории да совсем сложные вот это Михаил Леонидович Гордецкий да к сожалению он умер 13 января 19 года ну в возрасте 52 года был профессором московского университета доктором физмат наук создатель администратор интернет сайта хронологии и хронографии можете в интернете посмотреть ну вот в общем блестящие перспективы этой гравитационно-волновой астрономии даже если вклад наших соотечественников состоял в том чтобы приладить к интерферометру кварцевые зеркала так в общем зеркала мы хорошо делаем это немалый вклад всех авторов открытия надо поздравить так ну и звук гравитационных волн подобен ну сейчас узнаем почему он подобен ну булька не вскоряется ну пожалуйста если есть вопросы какие-то вопросы поступайте к нам в униженном технологическом институте я представлю вас больше у все с и с Продолжение следует...